Здравствуйте, дорогой зритель. Пришла очередная посылочка. Долго нудно мучить не буду, но так в целом немножко расскажу. Блин, что-то как-то неудобно. Что-то как-то кривоводненькое. Первый раз у меня курьер документы попросил. Я говорю, слушай, ты первый, кто их просит. Он говорит, блин, ну 19 тысяч объявленная ценность. Я говорю, ну ясно, понятно. Ладно, прощено. Так, что у нас такое? Это Pocophone by Xiaomi. В нашем случае... Какой у нас он? 6 гигов оперативки, 64 в стройке. Брат у меня его попросил. Говорит, хочу, говорит, нормальный телефон какой-нибудь. Говорит, есть оно, 5-я, ну вроде есть. Я говорю, если хочешь хороший, возьми Pocophone. У него, собственно говоря, показатели очень интересные. И, собственно говоря, сейчас посмотрим, что он из себя представляет. В моем случае брал я его в Тмоле по распродаже. 19 500 он вышел. Да что у тебя? Вот. Ну, в принципе, наверное, положу и на китайских братьев, и, возможно, там на другие версии. Где оперативки побольше, встроенной памяти, может быть, побольше. Посмотрю, что есть, и в обязательном порядке положу на глобальной версии. Глобалка это в наше время очень важно. Не знаю, сочетание вот это вот, желтый-черный, ну, наверное, симпатично. Что у нас есть? Есть у нас силиконовый бампер в комплекте. Бумажка какая-то. Силиконовый бампер, это хорошо, особенно если камера торчит. На первое время хватит. Так как это у нас Тмол, есть гарантийный талон, и есть бумажка, евротест и все такое. Есть сам телефон, евровилка, вернись, и кабелечек, тайп-ц, и скрепочка. Ну, а что вам еще надо? Больше вам ничего не надо. Ну, и, собственно говоря, сам телефон. Сам телефон 4000 батарейка, быстрая зарядка 3.0, спаренная камера. Разблокировка по этому самому, какого, Face ID, короче. И жидкостная система охлаждения. А также 845-й Snapdragon. Только вот почему я его хочу включить, а у меня фастбут показывает. Вот это вот вопрос. Вопрос очень интересный. Поэтому, когда заказываете телефон из Китая, выбизать... Ты... Вот это вот совсем что-то не смешно жду, а? Но я немножко посмеюсь. И что вот нам с тобой делать, если ты в фастбуте? Давайте попробуем его перезарядочку жесткую сделать. Ёкарная-то и кебаста-с, а? И что будем делать? В общем, сейчас посижу, поковыряюсь, подумаю, что с этим делать. И дальше продолжим. Ну, ситуация какая. Нажимаем кнопку громкости вверх и кнопку включения. Держим. Какой-то значок Unlocked появился. И есть варианты Reboot, Wipe Data, Connect with Mi Assistant. Ну что, ребутнём его? Только спойлер скажу, ни хрена не изменится. Ай, блин. Попробуем кнопку громкости вниз и подержать, опять же, кнопку включения. А вообще ни хрена не меняется. Фастбут! И кирдык, и мердык. Других кнопок-то нету. Опять кнопку вверх и включения. И, в общем, пойду подумаю, что надо сделать, чтобы его закирпичить окончательно. Так, ну, давайте попробуем Wipe Data сделать. Wipe All Data. Confirm. Ну, собственно говоря, это может быть надолго. Да, ни хрена это не помогло. Так, давайте подержим. Секунд 20 кнопку включения. Не, а вообще прикольно так вот. Берёшь телефон, да, там за 20 тысяч. А он тебе хрена. И вот такую вот фигню. Давайте ещё разочек попробуем Wipe Data сделать. Ну, собственно говоря, бессмысленно. Будем возвращать к моллу. Требуете обратно хороший. Наверное, так. Ну, как всё это дело выглядело со стороны. 23 ноября производится заказ. 23 же ноября продавец отправляет заказ. 25 числа я уже открываю спор. Автоматически привлекается Алиэкспресс. И в споре я указываю, что телефон не включается. Прикладываю скриншот и прикладываю видеораспаковки. Ну, а лишники репу чесали, 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 чесали. Ну, недолго чесали, на самом деле, репу. И буквально на следующий день они мне предлагают, говорит, руган, говорит, на год тебе 3800 рублей. При учёте то, что телефон стоит 19 900. И ты у себя его оставляешь. В виде кирпича, видимо, да. Потому как включаться он не включается. Ну, вот как бы 3800 и телефон у тебя. Я сказал, да ни хрена я им не сказал, потому что я как тот кролик в Винни-Пухе был очень культурным. Я немножко помолчал. Ну, и, соответственно, следом Алиэкспресс добавляет решение, возврат товара и дальнейший возврат полностью всех средств. Ну, я говорю, ну ладно. Пишу в это время в чат поддержки Алиэкспресс. Говорю, ребят, ну что за нафиг? Меня как бы телефон интересует. Я не особо его хочу возвращать. Может быть, как-то поменяем его или ещё что-то сделаем. Я там вам отправлю, вы мне там пришлёте. Нет, нифига. Ты, говорит, его отправляй. Мы, говорит, тебе потом компенсируем купоном. Да, выдадим тебе купон, который компенсирует отправку к нам. Я говорю, ребят, ну а старую цену-то дадите? Нет, не дадим, но там как минимум купоном компенсируем. Я говорю, ну ладно, хорошо. Иду на почту, отправляю им посылку. Посылка к ним идёт, 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 приходит. Всё это дело висит, 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 висит. Ну, в итоге они подтверждают, деньги вернулись. Я захожу к ним в час, говорю, ребят, там, здрасте. Ну, там, собственно говоря, вы там купончик обещали. А покажите, говорит, скриншот, где мы вам купон обещали. А у них фишка какая? Если ты заходишь с приложения мобильного телефона и заходишь с компьютера, чаты в итоге... В одном чате это есть, в другом чате это нет. Короче, я посмотрел на них, на всех. Перекинул то, что там, ну, разговор идёт, там, про 300 рублей. В целом, ну, вообще, вот само по себе всё это дело очень неприятно получилось. Понял, что Алиэкспресс редиски. И, в общем, плюнул на всё на это дело. Зафиксировал у себя опять убыток, там, 300 рублей за отправку обратно. И потерянное время. Ну, и, собственно говоря, на этом получилось, что пока фон у меня на обзоре не побывал. Так что, про него пока вам ничего не скажу. Был тут вариант хватануть его на панде. До 12 тысяч ценник там падал. Ну, что-то как-то вот взял я немножко другие модели. Придут, обзор сделаю. Ну, собственно говоря, всё показал. Всё рассказал. До скорых встреч.